Мир в семье с Духом Святым. Мир вам, друзья! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавай Бога внутри себя». Как важен мир в семье, как мы страстно желаем и достигаем этого. И это возможно, возможно с Богом и Духом Святым. Мир в семье трудно достичь самому, и мы это знаем. Но теперь у нас есть помощник Дух Святой, который будет всегда рядом и будет вести нас за руку. Как Он помогал нам обрести мир самим, так и будет рядом, когда мы будем строить мир в семье. Да, мы уже научились жить в мире с Богом и охраняем мир внутри нас, в нашем сердце, разуме, душе. И давайте перенесем мир в нашу семью. Задайте вопрос Богу, что нужно для мира в вашей семье? Подписывайтесь на канал, чтобы до конца разобраться в этой теме. Уважение к родителям. Если вы живете с родителями, я могу сказать только одно. Научитесь уважать своих родителей, их быт, семью. Уважать те правила, которые ставят родители в своем доме. Если живете отдельно, научитесь уважать своих родителей и на расстоянии. Друзья, это закон. Это вопрос Божьей власти на земле. Нарушая, не уважая своих родителей, мы нарушаем Божьи постановления и становимся сами беззаконники с последствиями. Ни один верующий в наше время не имеет власти верующего в жизни и в молитве, если не уважает своих родителей. Это закон. Как закон природы. Например, гравитация. Мы повлиять на него или изменить не можем. Только смириться. Вы задумывались? Почему? Я думаю, задумывались. Задумывались над тем, почему Бог в десяти заповедях написал про родителей. Это важно, друзья мои, для него и для нас. Мир в семье не зависит от счета в банке. Поговорим вначале об ошибках, которые иногда мы допускаем в построении семьи. Первое. Мир в семье не зависит от денег и счета в банке. Правильное решение. Мир в семье зависит от вашего личного отношения с Богом и миром внутри вас. Второе. Теперь Бог будет охранять всю вашу семью и можно самому ничего не делать. Правильно. Нам самим нужно охранять мир в семье, и это зависит только от нас. Да, друзья, мир в семье приходит от нас, нашего мира с Богом. Молитва Духу Святому. Когда мы научились хранить мир, который нам дает Дух Святой, нам легче его также передать и на окружающих. Я пока не говорю про работу и друзей, мы пока говорим про семью. Мы научились хранить, защищать мир внутри себя. Знаем, что в нас угошает Духа Святого. Теперь просто помолитесь и попросите у Духа Святого, чтобы Он пришел и в вашу семью, то есть научил вас. Вы теперь источник мира в семье. Просто примите уже наученные практические навыки на семью. Примените их. Как прийти Богу, Духу Святому, в вашу семью? Молитесь и просите, чтобы Он пришел и напомнил, и напомнил своим присутствием ваш дом и семью. Так же, как и вы в молитве покаяния приглашали Духа Святого в свою жизнь. Друзья, Дух Святой приходит туда, куда Его приглашают. Он не будет незваным гостем. Мы можем пригласить Его к себе, но в семье, доме Его не будет. Мы можем пригласить Его в свой дом, семью, но на работе Его не будет. Приглашайте Его туда, где хотите Божье присутствие. А мир – это плод присутствия Духа Святого. Храните мир в семье. Как хранить мир в семье? Так же, как и вы храните, сохраняйте мир в себе. Это все просто. Смотрите, что вы читаете в соцсетях и что рассказываете в семье. Смотрите, какие передачи смотрите по телевизору. Смотрите, с кем у вас взаимоотношения как семьи. Все, что нарушает, все, что угошает Духа Святого в семье, которого вы пригласили. Уберите или ограничьте соприкасание с этими вещами. Теперь у вас есть опыт. Примените его на семью. В Евангелии от Матфея Иисус Христос говорит, это 5 глава стихи 29-30. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в веену. И если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело было ввержено в гиену. Первое. Храните мир в себе. Второе. Также храните мир в семье. Откиньте все, что вам мешает жить, что пытается изменить вашу семью и толкает ко греху. Бегите, берегите вашу семью. И все начинается с молитвы. Молитва за семью. Друзья, нам легче было работать с собой, а теперь другие люди с их желаниями, характером, привычками. Я согласен. А как мы общаемся с Богом Отцом? Ведь Он на расстоянии от нас. Да, это молитва. Если в семье трудно с миром, то в тайной комнате начните благословлять всех в доме и по именам. Прямо благословляйте. Не говорите много. Просто каждый день говорите Богу в молитве. И просто просите, чтобы Он благословил всех в вашем доме. И, друзья мои, по именам. Никого не забывайте. Ну, давайте я сейчас напишу пример молитвы. А со временем вы научитесь своей молитве. Молитесь же так. Бог наш, Отец Небесный, благослови папу, маму, брата Степана, сестру Марию. Благослови их своим благословением. Аминь. Молитесь просто. Не многословьте. Друзья, когда мы молимся и благословляем людей наших, с кем мы общаемся, даже когда мы не говорим про это, и лучше не говорить, пусть Бог Отец Небесный и вы знаете это. Когда мы благословляем окружающих, ближних наших в молитвенной комнате, то они это чувствуют. Они встречают вас и сами не понимают, но что-то чувствуют, исходящее от вас. Но пусть это останется секретом между вами и Богом Отцом. Аминь. Принесите благословение в вашу семью. Храните Духа Святого. Берегите всего, что угощает Духа Святого в вашей семье. Бегите от Него. Взаимоотношения с людьми. Если у вас такая ситуация, с которой вы не можете справиться, взаимоотношения с людьми бывают намного сложнее, чем с Богом. Молитесь за Него и просите у Бога, чтобы Его воля была, совершилась в жизни этого человека. Я приведу пример, а позже у вас будет своя молитва. Молитесь же так. Просто исповедуйте, чтобы воля Божья была в жизни этого человека. Не будьте благословны. Бог знает вашу молитву еще до того, как вы помолились. Он вас видел, когда вы даже еще решали молиться. Друзья, и ни в коем случае не говорите Богу, что ему делать. Пусть Божья воля будет в жизни этого человека. И будьте постоянны в молитве. Сколько молиться? Друзья, давайте правильно смотреть на нашу жизнь в Боге. Молитвенное состояние теперь – это обычная наша жизнь. И исповедовать волю Божью в жизни еще одного человека – это просто добавить еще одну строчку в вашу ежедневную молитву. Но! Но, друзья, как интересно смотреть, когда молитесь и видите, что делает Бог. Миротворцы последнего времени. Друзья, несите мир в свою семью. Несите мир на работу, на спортплощадку. Как сказал Иисус Христос в Евангелии от Матфея, 6 глава, Нагорная проповедь, стих 9. «Блаженны миротворцы, ибо они будут нареченными сынами Божьими». Матфея, 5 глава, 9 стих. Друзья, мир, который внутри вас – это плод пребывания в вас Святого Духа. И через вас про Духа Святого могут узнать другие. Нашим ближним, детям, семье, не важно, что мы говорим, и важно, как мы поступаем. Несите мир в вашу семью и будьте миротворцем для вашего дома. Спросите у Бога. Он сейчас с вами? Прямо сейчас помолитесь и спросите. Задайте вопрос Духу Святому. Я приглашаю вас в путешествие с Духом Святым, где мы научимся слышать голос Духа Святого, больше познаем Иисуса Христа и любовь Бога Отца. Подписывайтесь на канал и давайте путешествовать вместе. У нас еще столько интересного ожидает. А сейчас я заканчиваю. Если вам понравилась запись или вы получили слово «Откровение Духа Святого», поставьте лайк, подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.